Виолетта, привет. Наташа. Ты чего тут сидишь одна? Я? Да. Ну это я так гуляю. Иди сюда. Я так рада тебя видеть. Ну, как новый тренер-то? Профессионал. Ну, только доволен, нет? Думаю, да. Да. По крайней мере, работал он прям как раньше, в полную силу. Ага. А, знаешь еще что? Мы договорились, что я буду ассистенткой Моники. Ну, хотя бы там, на первое время. Зачем тебе ассистенткой? Ну, как зачем? Буду ей ассистировать. Наташа, тебе это надо? Надо. Да. Я смогу у нее очень многому учиться. В чем дело? В чем дело, говори? Ну? Чего? Да нет, ни в чем. Просто... Чего? Просто сегодня на тренировке Моники Штерн я... Я поняла очень важную вещь для себя. Никакой я не тренер. Здрасте. А кто? Никто. Опять судьба прикажет победить. И, падая судьбе, не покоряться. Мечта. Мечта, дай волю, слезы проглотить. Любовь, дай силу мне, до звезд подняться. До звезд подняться. А любовь, бесконечный полет, где под крыльями пламенный лед, где танцуют две смелые птицы. А любовь, нас по звездам ведет, и не тай под крыльями лед, дай крыло, чтобы нам не разбиться. А любовь, нас по звездам ведет, и не тай под крыльями лед, дай крыло, чтобы нам не разбиться. Слушай, может, хватит, знаешь, самоуничтожением заниматься, а? Сколько можно? Наташа? Да никто никого не уничтожает. Просто, ну просто Моника, она, у нее подход. Да ну? Да. У нее есть анализ. Она за одну тренировку смогла поднять Рокотова. Даже отец наш этого сделать не смог. И дело не в том, что она там хороша собой, привлекательная женщина, не в этом дело. Просто она суперпрофессионал. Да? Да. Наташа, вот ты рассказываешь о Монике, вот знаешь, с каким-то прям вот, с придыханием. Просто потому, что она тебе симпатична, как человек. Ну она новенькая, она еще и иностранка. Естественно, Коля, а он подтянулся, перышки распушил, как-то приподнялся. Ну понятно, я не знаю, надолго его хватит. Дай бог, чтобы навсегда. Привет. Здрасте, Наташа. Здравствуйте. До свидания. Пока. Я немного опоздала, а Моника уже здесь. Уже здесь, да? Неловко так. Как она тебе? Очень здорово. Даже не верится. Да вы сами вчера все видели? Да, видела. Я ее сегодня посмотрю. Можно? Конечно, можно. До свидания. Наташа, я вам так благодарна. А мне-то за что? Ну как за что? За то, что вы тренера нам нашли такое. Ну, во-первых, это не совсем я нашла, а потом... Ну, я действительно хочу, чтобы вы катались. Очень здорово, что вы именно Монику пригласили. Мне очень интересный подход к тренировкам. И вообще, спасибо. Я побегу. Лёточка. Звонил, сказал, что это срочно. В квартире? Нет, здесь. Говори, я тебя снушаю. Ну, в общем, я, знаешь... Мне так плохо без тебя. Господи, как я устала от всего этого. Давай отдохнем, поедем куда-нибудь. Скажи, любое место. Так, вдвоем. Когда же ты наконец поймешь, между нами, с тобой, ничего не может быть. Подожди, подожди, пожалуйста. Что? Ну, давай пройдемся. Ну, чуть-чуть. Пойдем поговорим. Так, очень хорошо. Теперь нужно сделать еще так же семь раз. Почему именно семь? Почему именно девять, например? Потому что семь раз для Гроссмастер это вполне достаточно. Я? Николай делает семь. Пауза. Потом Виктория делает еще семь. И вместе еще семь. Я? А, так же одинаково хорошо. Одинаково хорошо. Что-то сомневаюсь. Не нужно сомневаться. Нужно четко выполнять задания, Виктория. Я сомневаюсь, что мы так сходу все ровно сделаем. Не надо сходу. Не надо сходу. Надо делать четко семь. Потом еще семь. И еще очень хорошо семь. Потом одинаково будет получаться хорошо всегда. Я? Это как... Как ходишь. Две ноги одинаково ходят хорошо всегда. Я? Как ходишь. Я поняла. Потом будет всегда получаться хорошо. Хорошо. Да вы не переживайте. Она все сделает. Просто Вика волнуется немножко. Не нужно волноваться. Нужно четко выполнять задания. Я? Да. Где есть сомнения, там есть поражение. Все получится. Да? Я? Питая. 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 Я так рада, что я взяла с собой на тренировку. Ну, можешь приходить хоть каждый день. А сколько по времени длится тренировка? Ну, часа два, не меньше. Мм? Выдержишь? Ну, там же будешь ты. А мне с тобой везде хорошо. Даже под московским проливным дождем. А ты не передумала остаться в Москве до чемпионата? Нет, не передумала. А вдруг тебе с вами скучно? Ты сбежишь? Да никуда я тебя не сбегу. Ну, правда. Вдруг тебя достанут мои тренировки. Возьмешь билет на самолет и все. Глупо. Я же люблю тебя. Я понимаю, что спорт – самое важное в твоей жизни. Самое важное в моей жизни – это ты. Наташа, завтра до начала тренировки пройдите, пожалуйста, с Викторией Твизер. Твизл? Хорошо. Она имеет корпус вперед. Она доровна. Я? Нужно завтра отработать с ней эти ошибки на льду. На льду? Я сама на льду? Я? Да? У меня это с позвоночником проблемы. Ну, после травмы. О, я не знала. Я вам сочувствовать. Ну, я попробую. Нет-нет. Нет, это меняет дело. Докторов надо слушать. Да мне не сложно. Это же Твизл. Я не хочу переживать эту ответственность. Не надо пройдет на тренировки на коньках. Да? Вы будете помогать мне убортика. Все нормально. Четко движение, Виктория. Я понимаю, ты просто на взвозе. Нет, ты ничего не понимаешь. Да все я понимаю. А если ты понимаешь, тогда какого черта ты ходишь за мной? Ну, потому что я хочу помочь тебе. Я вижу, ты прекрасная фигуристка. И поверь мне, скоро я найду тебе достойное занятие. Еще одно? Напрасно ты иронизируешь. Ты будешь кататься. И все постепенно наладится. Ничего уже не наладится. Никогда не будет так, как прежде. Будет. Будет лучше. Поверь мне, обязательно. Люда. А я что-то не пойму. А для кого ты стараешься? Для себя или для меня? Для нас. Для нас, глупенькая. Я люблю тебя. Я никогда так не люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе! Я смотрю, ты времени зря не теряешь. Привет. Привет. На коньки встала? Ну я просто так, у Бортика. Холодно сидеть. Да ладно. Это Моник и тебя на лед еще вытащит. Я смотрю, рок этого уже оживила. Ты зачем пришла? Наташка, я хочу с тобой поговорить. Мне некогда сейчас разговаривать. Я работаю. Работаешь? Да. Я вижу. Конспектируешь за великим тренером? Зачем ты так? Мне правда сейчас не до тебя. У меня... Какой? Второй, да? Ну, в общем, честно говоря, я так и думала. Что ты думала? Что ты не захочешь со мной говорить. Ничего этого не будет. Ну почему? Потому что я уезжаю из Москвы навсегда. Ну, ты приняла с горяча решение. Напротив, я все очень хорошо бы думала. Бежать от проблемы это не выход. А я не бегу. Просто мне надоело бороться. Москва город разочарований. Я его ненавижу. Ну, просто так говоришь. Москва это замечательный город. Огромных возможностей. Просто, как говорится, каждый должен съесть свою ложку дерьма. Хватит, я устала слушать эти сказки. А ведь ты бежишь от Козырева. Я просто возвращаюсь домой. И точка. Я прошу тебя, не уезжай, пожалуйста. Не оставляй меня дома. Мне очень плохо. Ну, хочешь, я брошу все ради тебя. Знаешь, в чем дело? Именно твои жертвы мне и не нужны. Извини. Наташка, пойми, но у меня все-таки уже возраст, и я не могу позволить себе вот так вот просто бунтовать и потерять все. Ну, не все ж такие сильные, сильные и принципиальные, как ты. Слушай, Аня, правда, ну, извини, у меня сейчас нет времени слушать твою глупость. Да это не глупость. Просто мне кажется, что ты злишься на меня, что я катаюсь до сих пор у Привалова. Ну, что за ерунда? Да это чушь. Я рада за вас, Сережа. У вас хорошее трение Привалов. Я бы тебе поверила. Если бы не знала тебя столько лет. Слушай, Аня, мне кажется, мы мешаем Монике работать. Ну, неудобно, на самом деле. Ты что, хочешь сказать, что вот это все важнее для тебя, чем я? Да, важнее. Ах, вот так? А, ну, тогда понятно. Тогда понятно, что я действительно для тебя уже вообще не существую. Угу. Блокнотик завела, да? Ты у кого решила учиться? Вот у этой... Желаю удачи. Все нормально. Ну вот, поговорила, не получится. Да? Может, еще раз? Конечно, еще раз и много раз, много раз. И будем делать, пока не свалимся с ног от усталости, а? Не свалимся. Данки. Поехали. Здрасте. Здрасте. Сереж, ты здесь? Да, Андрей Сергеевич. Здрасте. Привет. Ух ты. Че? А что тебе с лицом? А что? Ну, мешки под глазами какие-то. Да не, все нормально. Ага. Слушай, скажи, а где твоя спутница? Какая? Ну, которая в прошлый раз тебя ввела. А, ну, я посадил на трибуны, на самое почетное место. А что, она действительно собирается остаться в Москве? Ну, да, до чемпионата мира. А где живет? В Авроле Роял. Один из самых дорогих отелей. Самый дорогой. Видели бы номер. Знаете, сколько стоит? Не знаю. То есть, у тебя она останавливаться не собирается? Ну, зачем? Я у нее живу. А чем думает заниматься? В смысле? Ну, в прямом смысле. Она же должна чем-то заниматься. Или она все время собирается торчать на твоих тренировках или в отеле? Да нет, ну зачем? Я ее буду развлекать. Надеюсь, ей скучно не будет. Развлекать? Ну, да. Нет, ну, естественно, не в ущерб тренировкам. Ну, это естественно. То есть, не в ущерб процессу? Ну, конечно. Нет, она все понимает, что спорт для меня самое главное. Это хорошо. Это очень хорошо, что она понимает. Главное, что ты это понимал. Конечно, Андрей Сергеевич. Ух ты. Вера. В последнее время меня не устраивает, как ты тренируешься. Тренируешься, как могу. Неправда. Ты можешь гораздо лучше. Уж я-то знаю. Значит, не могу. Или не хочу. Вот именно. Не хочешь. Вера, я живой человек. Я понимаю, твое состояние гораздо лучше, чем ты думаешь. Что вы понимаете? Да все, я понимаю. Ты переживаешь из-за ремнева. Ну, пойми. Я переживаю не из-за ремнева. Я переживаю за себя. Привет. Привет. А, у меня к тебе дело. Дело? Ну, такой красивой девушке, как ты, ко мне дело? Я весь в его внимании. Я хочу... Ты бы не мог... Говори, не стесняйся. Для тебя все, что угодно. В общем, у Зорины завтра день рождения. И она тебя приглашает. Большое спасибо за приглашение. Но я не приду. Почему? У меня другие планы на вечер. И что, такие важные планы, что их никак нельзя перенести? Нет, никак нельзя. Ну, знаешь, как-то это невежливо. Тебя приглашают, а ты вот так вот отказываешься. Ну, хорошо. Я скажу тебе по-другому. Просто мне не хочется давать ей еще раз повод. Ну, она же не на свидание тебя приглашает. А зачем? Ну, как? Ну, это день рождения. Там будет много людей, она будет занята гостями. Ну, и потом, просто, если ты придешь, ей будет очень приятно. Спасибо большое. Но, к сожалению, не смогу прийти. Но, к сожалению, не смогу прийти. Ну, что это такое, Наташа? Ну, это папа купил. Ну, а ты где была? Вот стоило оставить вас на несколько дней без присмотра, все, продуктов нет. Я в магазин. Ну, давай я схожу, Микась. Да я схожу. Сиди, как Рокотов. Все хорошо. Работает в полную силу. Прямо как раньше. А Полонская? Ну, Полонская тоже старается от него не отставать. Думаю, что скоро войдет в ритм. Рвение у нее есть. Ага. Старается. Ну? Догоняет. Яша, что говорила? Стоило вот начаться нормальным тренировком, как наш колико сразу и оживет. Просто Моника, она, она реально очень хорошая тренер. Ты знаешь, вот такими темпами... У тебя деньги есть? Да. Хорошо. И такими темпами, знаешь, наш Коля быстро и форму обретет, и вкус к жизни почувствует. Вот я на это очень надеюсь. Что-то я не слышу энтузиазма в твоем голосе. Нет, я просто устала чуть сегодня ночью. Так, Наташка, не буду высушивать в магазин, иначе голодными останемся. Давай, я схожу. Я сама, а ты не умеешь экономить. Подожди. Ну, ладно. Хорошо, я подумаю. Может быть, и приду. Обещаешь? Ну, если ты будешь рада меня видеть, то обещаю. Я? Да, ты. А я тут при чем? Это же не мой день рождения. А если был твой день рождения, ты меня пригласила бы? Ну, не знаю. Так-так, говори как есть. Пригласила бы меня или нет? Нет. Ну, на нет и суда нет. К Зориной я тоже не пойду. Ладно. Пока. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Что же такое? Не сильно ударилась? Нет, не сильно. Где болит? Сидеть. Так. А воспитательница ваша где? Она в гости. Вот передайте вашей воспитательнице, что вас одних оставлять нельзя, ни в коем случае. Мало ли что. Вот видите, человек упал. Слава богу, не сильно ударилась. Не сильно? Нет, не сильно. Хорошо. Ей просто ролики велики. Вот она и упала. Я вижу размер какой-то большой. Нет? У тебя какой размер ноги? Я не знаю. Значит, не знаешь. А у тебя какой размер? Тоже не знаю. А у вас какой? Не знаю. Я не понимаю, как я могла так поступить с человеком, который так меня любил. Да брось ты. Ремнев тебя любил, любит и будет любить. Я в этом абсолютно уверен. А я в этом совсем не уверен. Да перестань ты. Да я сама во всем виновата. Поймите. Вера, вам нужно просто поговорить. Не хочет он со мной разговаривать. Значит, нужно подождать, когда он успокоится. Вообще не в разговорах тут дело. А в чем? Я должна уйти из спорта. Что? Я должна уйти из большого спорта. Так. Спасибо. Опа. Сделать. Хорошо. Привет. Привет. Как дела? Да ничего особенного. Что случилось? Да ты мне все равно в этом деле не помощник. Что рассказывать? Ну нет такой проблемы, которую нельзя было решить. Давай, колись. Ну в общем, Люба попросила меня, чтобы я пригласила Воронину на ее день рождения. Я так понимаю, он отказался. Ну да, правильно понимаешь. Я теперь не знаю, что мне делать. А что ты себя тренишь? Ты попросила, он отказался. Только скажи ей об этом и все. Как я ей могу это сказать? Она так надеялась. Слушай, а может ты его попросишь, а? Вик, ну, это очень плохая идея. Ты же сам говорил, что нет такой проблемы, которую нельзя решить. Я просто не хочу ничего. Спасибо. Имейте общего с этим человеком. Это все. Он не придет, мне только лучше. Ну, пожалуйста. Ну, ради меня. Ну, хватит так смотреть на меня. Ну? Ну, ладно, я попробую. Попробую. Не попробовать, а сделать. А я тебя здесь подожду. Ой, хитрая, а. Ладно. Не придет, на храпом возьмем. Спасибо. Вера. Вера, пойми, это все эмоции. Это все эмоции. Ну и пусть эмоции. Значит, пришло время пожить эмоциями. Не все же холодным расчетом-то, а? Холодным расчетом. Послушай, если ты бросишь спорт, Ремнев воспримет это не как жертву, а совсем наоборот. Что значит наоборот? А то и значит наоборот. Со стороны это все будет выглядеть, как шантаж. Я все бросил ради тебя. Прости меня, люби меня, твоя Вера. А мне совершенно все равно, как это будет выглядеть со стороны. Вера, Ремнев настоящий мужик. Рано или поздно он все поймет. Просто, пока нет человека, который бы все ему то популярно объяснил. Господи, какие объяснения, а? Это все бесполезно. Я готов попробовать. Что попробовать? Поговорить с ним. Не поможет. Ой, я так поговорю, как надо поговорю. Сомневаюсь. Вера, попытка не пытка, как говорил один человек. Давай так, я поговорю, а там посмотрим. Лады. Ну и умничка. Здорово, Макс. Привет. У вас тренировка уж поздно вечером. Ты что, так рано? Да я пока в спортзальчик сходил. Понятно. Не можешь жить без Ледового дворца? Делать дом нечего. Ну, чтобы было, что делать. Надо, чтобы жизнь ключом била. Да это понятно. Я все больше о работе думаю. О работе? Надо думать во время работы. А в остальное время нужно отдыхать. Кстати, об отдыхе. Завтра у Зориной день рождения. У Зориной? Угу. Завтра? Нет, без меня. Коля? А Александр Петровича нет? Я к тебе. Помешал? Да нет, проходи. Я не хочу больше тренироваться. Как это не хочешь? Вот так. А что случилось? Ничего не случилось. Подожди, но у вас же сегодня была отличная тренировка. Была. Ну вот, у вас с Моникой все прекрасно получается. Вы на правильном пути. Чем лучше у нас все получается, тем больше у меня ощущение вины перед Сашкой. Как будто я нашел ей замену. Слушай, Коль, ну что ты говоришь? Это ерунда какую-то. Кого ты кем заменил? Ты просто продолжаешь работать дальше, вот и все. Ну, я понимаю. И поэтому принял решение. То есть ты не хочешь больше тренироваться с Моникой? Я не хочу больше тренироваться вообще. А ну-ка, пойдем. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Можете, пожалуй. Вас какие ролики заинтересовали? Если честно, я в них особо не разбираюсь. Но мне нужны лучшие. Вот, пожалуйста, последняя модель. Чем она хороша? Ну, во-первых, они очень удобны. Во-вторых, у этих роликов жесткая фиксация ноги. Жесткая? Угу. Хорошо. Ну, давайте. А какой размер? Размер. Как вас зовут? Михаил. Михаил. Значит, мне нужны вот все эти размеры. Михаил, долго смотрите на меня. Протрете дыру. Пожалуйста. Тебе что, зайти сложно? Да нет, не сложно. Ну, а в чем проблема? Да просто не хочу я идти на день рождения. Макс, я не понимаю, тебя приглашают на день рождения, а не на смертную казнь. Тебе что, тоже так показалось? Да мне другое показалось. Да, и что? Тебя девчонка приглашает на день рождения, а мы тут всем скопом уговариваем тебя, тоже мне, великая птица. Послушай, я вот только одного не понимаю. У тебя какой интерес в моем присутствии? Ну, Лана Полонская. Она подружку защищает. Ну, а ты-то чего? А я за партнершу переживаю. Молодец, похвально. Мне пора. Погоди. Понимаешь, Люба очень переживает из-за ваших отношений, и это плохо сказывается на тренировках. Это-то меня не устраивает. Плохо тренируется, это проблема тренера. Ты б зашел на пару часов, и она бы успокоилась, и глядишь, тренировки бы наладились. На пару часов? На пару часов. Ну, ладно, хорошо. Если это поможет в вашей работе, а в перспективе и интересе целой команды, так уж и быть. Значит, договорились. Спасибо вам огромное за покупку. Приходите к нам еще. Вам спасибо. Михаил, а у вас в вашем магазине работает отдел доставки? Ну, конечно, работает. Тогда у меня просьба. Можно ручку? Да, конечно. Вот, вот это все доставьте, пожалуйста, вот по этому адресу. Уехать куда-нибудь, это не выход. От себя ты все равно не убежишь, Коль. Может быть. Просто я не вижу другого выхода. Чужая страна, чужие люди, ты всем чужой. Все равно один останешься. Наедине со своей бедой. И что? Именно этого я и хочу. Ну, нельзя 24 часа в сутки думать только о Саше. Да я хотел бы не думать, но не могу. Да ты не просто думаешь. Ты каждый день ее хоронишь и себя хоронишь вместе с ней. Так и есть. Утром на тренировке все отлично, а вечерами я... Я не могу ничего с этим поделать. Никого не могу представить на месте Сашки. Коль, ты послушай меня. С этим нужно смириться. Смириться с чем? Ну, с тем, что Саши больше нет. Я не хочу с этим мириться. В том-то и дело, что не хочешь. Ты можешь, но ты не хочешь. А это нужно сделать. Обязательно. Как? Что тебе подарить? Не знаю. Я люблю дарить подарки с пользой. Ась, дари что хочешь. Хорошо. А кто будет завтра? Полонская. Довыденко. Ты. А Воронин? Черт. Не знаю. Я его не приглашала. Понятно. Слушай, а как у вас все началось? А тебе зачем? Просто хочу знать, кто сделал первый шаг. Он, конечно. А если бы он не сделал, ты бы сама не решилась? Нет. Вообще, мужчина должен предпринимать первые шаги. А женщина просто решать, принимать ей эти ухаживания или нет. А если ты ему нравишься? Ну, просто он у тебя нерешительный. Не знаю. Я люблю решительных. А ты вообще, к чему этот вопрос задала? Просто хочу сделать первый шаг и не знаю как. Кольчик, ты должен привыкнуть. Все пройдет, правда. Саша всегда была и будет рядом с тобой. Ее у тебя никто не отнимет. Просто жизнь должна продолжаться. Это я должен привыкнуть. Привыкнуть? Да что ты в этом понимаешь? Все мы кого-то теряем. Но люди, которые рядом с нами, они в этом не виноваты. Да, они виноваты. Но иногда я думаю, почему именно она? Почему не кто-то другой? Никто не знает, почему. Просто, когда это происходит, кажется, что мир перевернулся. А потом проходит время и все встает на свои места. Человек так устроен, он к всему привыкает. Как легко ты об этом рассуждаешь. Я просто хочу убедить тебя, что ты должен жить дальше. Просто ты никогда не теряла настолько близкого человека. то у тебя и не было его никогда. Какой первый шаг? Кому? Ась, ты с ума сошла? Ась, пойми, женщина должна быть гордой и не делать перво никаких признаний. Ну да. Что-то как-то по тебе это незаметно. Ты на что намекаешь? Ну, на то, например, что Воронин от тебя бегает, не хочет с тобой разговаривать, а ты сама как-то первая за ним. Как бы ни было сейчас, вначале он первый проявил ко мне интерес. Чего тогда интерес быстро так исчез? Ась, ты просто еще ребенок и многого не понимаешь. И Привалов к тебе относится именно как к ребенку. А ты это воспринимаешь как какие-то знаки внимания. Это ты от злости говоришь, да? А ты сама этого не замечаешь? Ну, он абсолютно не смотрит на тебя, как на женщину. Просто он боится. Потому что я гораздо моложе его. Глупости. Ась, если ты ему хоть что-нибудь скажешь, то он просто на тебя посмеется. Ты так говоришь, потому что у вас с Воронином ничего не получилось. А у меня будет все по-другому. Ну-ну. Посмотри. Посмотрим. Здравствуй, Коля. До свидания. Стой. Коля. Я случайно услышала ваш разговор с Наташей. И что? Я очень сочувствую твоему горю. Коль, но ты просто эгоист. Я? А ты что, не видишь рядом с собой человека, который борется за тебя? Я об этом не просил. Нет, знаешь, не надо думать, что только у одного тебя такое горе случилось. я смею тебе напомнить, я смею тебе напомнить, что Наташа когда-то потеряла мать, Трофимов жену, а я сестру. Ничего. Мы живем, живем, дальше никого в этом не обвиняем. Ты посмел, ты посмел сказать Наташу, что она никогда не теряла родного человека. Я был неправ. Знаешь, не надо никого обвинять в своем горе. Если ты что-то решил бросить, ради бога, бросай, это твое личное дело. Но если ты решил бросать, то ты уже бросай. Если не решил, то продолжай дальше. Не смей жалеть себя. Может ты или кто? Иди давай. Коля, я сестру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова